А вот подрядчикам по капитальному ремонту эффективности не хватает. Южноуральцы жалуются на качество работ в своих домах. Уже поступило 1300 жалоб. Строители просто срывают сроки, а порой после их визита состояние зданий становится только хуже. Такой вердикт вынес депутат Госдумы после рейда. Иван Лежнин с подробностями. Обычная кухонная лопатка в руках Николая Блинова превратилась в проверочный инструмент. При помощи нее пенсионер проводит контроль качества ремонта фасада. Просто чище, вот так вот чище. Отваливается то, что они замазали. Без усилий? Без усилий, да. И много так у вас отвалилось? Ну, достаточно для первого года эксплуатации. Вместе с Николаем Блиновым результаты капремонта проверяет депутат Госдумы Владимир Бурматов. Инспекцию проводят в доме номер 9 по улице Обухова. Штукатурка почти новая, но уже отваливается огромными кусками. Подготовка была плохая еще. Может быть, нахологию. Это вот фактически все отремонтировали. Вот это вот сюда накладывали. Но плохое состояние фасада – лишь одна из бед сетовит жильцы. Например, козырек над подъездом после ремонта стал доставлять еще больше хлопот, чем до. Вот насчет этого козырька я заявление писала. Потому что сосульки, когда летят, в окно бьют. А вода течет с крыши, попадает на козырек, и все окно брызгает. Есть проблемы и в подвальном помещении. Там оказались замазаны вентиляционные отверстия, а в самих квартирах холод. Проверяющие заключают – сейчас требуется отметить все недочеты и исправить за счет подрядчикам. Гарантия на такой ремонт – пять лет, а прошло всего полтора. Перечень замечаний, о которых мы проговорили сегодня, он известен. Мы их выявляли еще и летом этого года. Часть замечаний подрядной организации уже устранила, часть будет устранять весной следующего года. То есть все связано, безусловно, больше с фасадом. Поэтому в рамках гарантии, которая позволяет и нам требовать от подрядной организации, и ей, соответственно, свои обязательства исполнять, будет все устранено и сделано. Такие рейды проходят по поручению губернатора Бориса Дубровского. Итоги проверок подводят на пресс-конференции в медиахолдинге ОТВ. Владимир Бурматов подчеркивает, южноуральцы традиционно хорошо платят взносы. Собираемость чуть выше 78%. А вот исполнение работ оставляет желать лучшего. По нашим данным, уровень освоения и уровень реализованных работ из тех, которые были запланированы, он составляет за два последних года порядка 60%. На наш взгляд, это очень мало. Подрядчики просто срывают все сроки, объясняет Владимир Бурматов. Поэтому рейды будут продолжать. Строители заставят доделывать всю работу качественно. С проверками выезжают по просьбам самих южноуральцев. В прошлом году от недовольных жителей поступило 700 обращений. В этом уже 1300. Пожаловаться на горе подрядчиков можно по телефону горячей линии, которую вы видите на экране. Иван Лежнин, Олен Хачатуров, ОТВ.